Такой достаточно сбалансированный проект. С одной стороны, инвалиды получают работу, для них это очень актуально. С другой стороны, люди получают новый продукт, который, с одной стороны, уже испытан десятилетиями, с другой стороны, получить его в ротичной продаже. В любой момент это тоже определенное продвижение, скажем так, идеи. Этот проект, как и любой другой проект, требует достаточно большого времени для развития. Он никогда не станет прибыльным или себе прибыльным, тем более, если активным. Дай Бог, чтобы он вышел на самокупаемость. Чувствуешь себя нужной, занятой. И я думаю, что мы приносим и людям пользу, делая вот эти наши, можно сказать, игрушка. А в то же время это и не игрушка, а как бы полезная вещь. С одной стороны, она успокаивает, а с другой стороны, это большое, как бы, как тренажерчик. Пальчики кому, у кого нарушена моторика, хлопая эти пузыречки наши, можно восстановить ручки, пальчики свои. Положительные эмоции – это важно и нужно детям. Данная игра, как бы, вот мы ее назовем, да, позитив. Она развивает не только мелкую моторику, но и повышает уровень и создает положительные эмоции для развития ребенка. Эти пузырьки воздушные, разноцветные, вызывают у ребенка улыбку, хорошее настроение. Он играет, он смотрит на эти клееночки, на эти пузырьки и получает большое удовольствие от хлопанья, от нажимания. Эта игра способствует регуляции подвижности у детей гиперподвижным детям. Она полезна тем, что дети могут некоторое время, что называется, посидеть на месте, а малоподвижным детям проявить какую-то активность в скорости лопания пузырьков. Субтитры создавал DimaTorzok